здравствуйте дорогие друзья еще один маленький такой как рубрикой назвать подкастом напишите мне в комментариях в общем как как это лучше обозвать в общем маленькая такая рубрика у меня на канале мы будем читать с вами исследования спад меда вот и соответственно разговаривать на различные темы и изучать соответственно эффективность тех или иных препаратов как они прошли не прошли исследования может быть соответственно изучать лечение каких-то заболеваний да как это делается в мировой медицине и так далее то есть сейчас я думаю что выше я уже голосом озвучу тему данного конкретного видеоролика что я здесь попрошу сделать от вас это конечно же написать комментарий и поставить ваши лечебные лайки это очень необходимо для развития канала это очень необходимо если вам понравится эта тема а это на минуточку способ получить информацию изучения под меда на данный момент последнюю информацию начиная психиатрических психологических различных исследований заканчивая эндокринологии то есть это вообще повод быть так скажем в одной струе до в последних новостях медицины поэтому дорогие друзья давайте начинать вместе до исследовать основы так скажем мировой медицины подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии кому понравилось дорогие друзья все кто захочет разобрать исследования поучиться те кто захочет получить может быть какую-то дополнительную до информацию пояснения разъяснения каких-то моментов которые непонятные я вас жду на платных онлайн консультациях жду в комментариях предложения новых каких-то тем соответственно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии и да прибудет с вами здоровье применение введения тестостерона цепиона та при ожирении и сахарном диабете второго типа у мужчин только качественные витамины и другие добавки на проекте волгала почувствуй силу одина ссылка в описании видео контекст мужской гипогонадизм связан с низкой минеральной плотностью костной ткани мпк и повышенным риском хрупких переломов пациенты с сахарным диабетом 2 типа sd2 имеют относительно более высокую мпк но больший риск переломов цель оценить реакцию скелета на терапию тестостероном у гипогонадных мужчин с sd2 по сравнению с гипогонадными мужчинами без sd2 методы одиночное открытое клиническое исследование nc-03-382-199 с участием 105 мужчин 40 и 74 лет со средним уровнем утреннего тестостерона 300 ngg долю испытуемым вводили внутримышечно тестостерон цепионат 200 мегрил каждые 2 недели в течение 18 месяцев тестостерон и эстрадиол оценивали методом жидкостной хроматографии масс спектрометрии сывороточный s-концевой тело пептид коллагена t-типа ctx остеокальцин и склеростин иммуноферментным анализом гликированный гемоглобин hb1c высокоэффективной жидкостной хроматографией площадную мпк т а бмд и состав тела двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией объемный анализ большеберцовой кости методом иммуноферментного анализа мпк т в бмд и геометрия кости с помощью периферической количественной компьютерной томографии результаты среди нашей популяции мужчин с гипогонадизмом у 49 был sd2 и у 56 не было sd2 после 18 месяцев терапии тестостероном не было выявлено различий в циркулирующем тестостероне и эстрадиоле между группами у мужчин с sd2 с гипогонадизмом было повышено содержание остеокальцина что отражает повышенную активность остеобластов по сравнению с мужчинами без sd2 p001 у мужчин с sd2 увеличилась и бмд поясничного отдела позвоночника p005 общая площадь 38 процентов большеберцовой кости p001 и надкостничная и эндостальная окружности в одном и том же месте p001 для обоих у мужчин с sd2 был снижен в бмд большеберцовой кости p001 но сохранено содержание минеральных веществ в костях p rc001 изменения в hb1c или составе тела были схожими между двумя группами заключение терапия тестостероном приводит к большему улучшению состояния скелета у мужчин с sd2 с гипогонадизмом чем у их недиабетических коллег также предлагаем вам ознакомиться со статьей доктора масахита мацумото высшей медицинской школы отделение метаболизма и эндокринологии университет джунтенда токио япония потенциальное применение заместительной терапии тестостероном для лечения ожирения и сахарного диабета два типа у мужчин в отличие от других заболеваний которые можно диагностировать немедленно симптомы сахарного диабета два типа такие как ожирение высокий уровень сахара в крови высокое кровяное давление и повышенный уровень триглицеридов часто проявляются в разные моменты времени и со временем медленно усугубляются из-за генетической предрасположенности и образа жизни эти привычки включают малоподвижный образ жизни и жирную пищу ведущие к ожирению и sd2 мы выяснили что висцеральный жир является триггером резистентности к инсулину увеличение жировой ткани стимулирует высвобождение неэтерифицированных жирных кислот глицерина гормонов и провоспалительных цитокинов вызывающих резистентность к инсулину что является основным предшественником sd2 в дополнение к резистентности к инсулину нарушение работы бета-клеток поджелудочной железы приводит к нарушению внутренней регуляции уровня сахара в крови и возникновению sd2 в отличие от других заболеваний которые можно диагностировать немедленно симптомы сахарного диабета два типа sd2 такие как ожирение высокий уровень сахара в крови высокое кровяное давление и повышенный уровень триглицеридов часто проявляются в разные моменты времени и со временем медленно усугубляются из-за генетической предрасположенности и образа жизни эти привычки включают малоподвижный образ жизни и жирную пищу ведущие к ожирению и sd2 действительно было показано что висцеральный жир является триггером резистентности к инсулину увеличение жировой ткани стимулирует высвобождение неэтерифицированных жирных кислот глицерина гормонов и провоспалительных цитокинов вызывающих резистентность к инсулину основного предшественника sd2 в дополнение к резистентности к инсулину нарушение работы бета клеток клеток поджелудочной железы приводит к нарушению внутренней регуляции уровня сахара в крови и возникновению sd2 подобное sd2 низкий уровень тестостерона нелегко диагностируется и немедленно лечится но довольно медленно развивается в виде симптомов включая увеличение жировой ткани снижение сексуальной функции плотности костей мышечной массы сердечно-сосудистой функции и качество жизни в целом помимо синдрома нечувствительности к андрогенам характеризующегося нарушениями реакции на андрогенные гормоны гипогонадизм можно разделить на первичный дефект внутри гонады и вторичный дефект вне гонады гипогонадизм гипогонадизм с поздним началом является распространенным заболеванием которое однако часто остается без лечения женские андрогены регулируют жировую ткань и механизм связывающий ожирение с гипогонадизмом из d2 может быть двунаправленным то есть висцеральное ожирение может быть пусковым механизмом гипогонадизма тогда как гипогонадизм может развиться в ответ на ожирение и резистентность к инсулину в жировой ткани содержится ферменты ароматазы которые метаболизируют тестостерон в эстроген следовательно увеличение массы жировой ткани может привести к увеличению скорости метаболизма тестостерона в эстроген механизм по которому ожирение вызывает низкий уровень тестостерона ожирение является одним из основных симптомов гипогонадизма у мужчин гипотеза жировая ткань ароматаза утверждает что с увеличением массы жировой ткани повышается экспрессия ароматазы что приводит к более высокой скорости превращения тестостерона в эстрадиол вызывая отрицательную обратную связь с секрецией гонадотропина гипофизом и в конечном итоге приводит к снижению уровня тестостерона недавние исследования показали что диета с высоким содержанием жиров приводит к снижению уровня тестостерона за счет подавления лептина в яичках механизм по которому ожирение вызывает резистентность к инсулину резистентность к инсулину обычно наблюдается у лиц с ожирением роль жировой ткани заключается не только в хранении избытка энергии но и в регулировании множество функций организма как эндокринного органа секретирующего несколько одипокинов химокины цитокины и гормоны включая множественную инсулино резистентность способствующую развитию провоспалительных химокинов и цитокинов таких как моноцитарный хемотоксический белок и других различных соединений так или иначе участвующих в развитии хронических воспалений в том числе и воспаления самой поджелудочной железы механизм при котором низкий уровень тестостерона вызывает резистентность к инсулину резистентность к инсулину является распространенным симптомом у мужчин с гипогонадой было показано что низкий уровень тестостерона приводит к ухудшению массы тела среднего уровня глюкозы в крови натощак и инсулина индекса хома и ответов на тест толерантности к глюкозе кроме того лечение тестостероном значительно восстановила уровень глюкозы в крови натощак и показала тенденции к восстановлению уровня инсулина натощак и индекса хома защитная роль тестостерона в бета-клетке в параграфе выше мы заявили что тестостерон улучшает резистентность к инсулину в поджелудочной железе бета-клеточном уровне тестостерон выполняет свои основные функции посредством связывания с рецептором андрогена передавая информацию в ядро недавние исследования показали что стимулируемая глюкозой секреция инсулина нарушается в бета-клетках поджелудочной железы с нокаутом специфичного к клеткам рецептора что указывает на то что рецептор а и ар частично регулирует функции в клеток у мужчин также было продемонстрировано что тестостерон оказывает защитное действие на поджелудочную железу и ее клетки механизм увеличения жировой ткани при низком уровне тестостерона у мужчин с гипогонододизмом часто наблюдается повышенный уровень жировых отложений особенно висцеральных низкий уровень тестостерона у мужчин приводит к слабой липолитической реакции на катехоламины и увеличению уровня лпнп в жировой ткани что приводит к нарушению обмена триглицеридов и накоплению жира в организме тестостерон стимулирует липолиз за счет увеличения бета-адренорецепторов аденилоциклаза протеинкиназа а и гормоночувствительная липазная активность ожирение и низкий уровень тестостерона воспаление жировой ткани провоспалительные цитокины считается что они являются основными триггерами инсулино-резистентности через активацию внутриклеточных путей способствующих развитию инсулино-резистентности и sd2 стимулируются факторами опухоли и противовоспалительными цитокинами через рецепторные пути и рецепторы распознавания образов такие как тол подобные рецепторы tlrs и рецептор конечных продуктов расширенного гликирования запускающие возникновение инсулино-резистентности и sd2 кроме того запускается клеточный стресс такой как клеточное кислородное голодание половая регуляция метаболизма глюкозы и липидов с помощью тестостерона тестостерон это гормон который часто выполняет разные функции у мужчин и женщин недавнее исследование показала что мио трубки у мужчин и женщин по-разному реагируют на лечение тестостероном тестостерон улучшал стимулируемое инсулином включение глюкозы в гликоль и фосфорилирование акт в женских мио трубках в то время как лечение тестостероном увеличивало окисление пальмитата и экспрессию мрнк рецептора инсулина 2 как в мужских так и в женских мио трубках тестостерон усиливает экспрессию мрнк тестостерон и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний trt часто ассоциируется с увеличением факторов сердечно-сосудистого риска таких как нарушение структуры липопротеинов и ишемическая болезнь сердца однако несколько исследований показали что тестостерон оказывает скорее защитное действие на сердечно-сосудистую систему эндогенные уровни тестостерона по-видимому обратно пропорциональны смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин поэтому низкий уровень тестостерона скорее может быть показателем высокого сердечно-сосудистого риска у мужчин. Экзогенные уровни тестостерона, заключение тестостерон является важным гормоном, запускающим несколько геномных и негеномных путей, ведущих к улучшению состава тела, обмена веществ и качества жизни в целом у мужчин. Тестостерон защищает поджелудочную железу и ее бета-клетки, приводящие к повышению чувствительности к инсулину при одновременном увеличении липолиза и ингибировании последующего воспаления за счет активации нескольких гормонов и ферментов, что делает ее мощным инструментом для лечения ожирения и СД2. Друзья, если вы хотите больше узнать о исследованиях диабета второго типа и тестостероне, обязательно напишите нам комментарий и подпишитесь на канал. Также вы можете предложить на свою тему для выпуска и свои ссылки на исследования в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok